В эфире программа День города в студии Ирина Ковалева. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем вам о самых заметных событиях этого дня. Вот некоторые темы выпуска. Транспортная информационная безопасность на повестке дня. Выездное совещание Совета Безопасности ЦФО состоялось сегодня в Рязани. Расселение аварийного жилья по-рязански или почему двум семьям предлагают жить в одной квартире. Тайны истия, поселок под Рязанью и его достопримечательности стали центром притяжения для туристов. Рязань сегодня стала площадкой для выездного совещания секретаря Совета Безопасности в Центральном федеральном округе. Такие совещания проводят ежегодно. На этот раз обсудили вопросы транспортной и информационной безопасности. На совещании выступили секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, полномочный представитель президентов ЦФО Александр Беглов, заместитель министра транспорта Николай Захряпин, главы регионов и представители различных ведомств. Объекты транспортной инфраструктуры в Центральном федеральном округе остаются главной мишенью террористов в России. Об этом на совещании о транспортной и информационной безопасности в регионе заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. Одно из ключевых мер по защите всего транспортного комплекса – это создание специального подразделения по транспортной безопасности. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства продолжают оставаться приоритетными целями международных террористических организаций. Не секрет, что в ЦФО – самая насыщенная в России транспортная система и самый большой поток пассажиров. Сами за себя говорят цифры. В округе 70 крупных железнодорожных узлов, 660 миллионов человек пользуются услугами РЖД, 19 аэропортов. ЦФО в лидерах и по общей протяженности дорог, их более 300 тысяч километров. Все это создает определенные риски. Мы идем двумя путями. Во-первых, это оснащение техническими средствами соответствующими, специальными средствами, не буду о них рассказывать. Но самое главное – это мы рассчитываем на помощь населению, потому что профилактика – это самый важный вопрос. Внимательность наших граждан оказывает нам содействие. Я хочу сказать, что многие вопросы нам удавалось решить и предотвратить именно с помощью наших граждан. Говорили и про безопасность на дорогах в целом. По статистике число погибших на дорогах ЦФО в прошлом году снизилось, но количество аварий остается высоким. Число погибших в ДТП сократилось на 12,8%. Фиксируется сокращение уровня криминальных правонарушений в области дорожного движения. Вместе с тем количество дорожно-транспортных происшествий остается высоким. Только на пешеходных переходах в результате наезда ежегодно погибает до 200 человек. По словам Патрушева, уже сейчас налажено межведомственное взаимодействие по обмену информации о правонарушениях на дорогах и ДТП и организован постоянно мониторинг аварийно-опасных участков дорог. Вместе с тем имеется ряд недоработок. Это и недостаточное внимание организации контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог, поддержание в удовлетворительном состоянии уличной дорожной сети и эффективному расходованию бюджетных средств, предназначенных на строительство и содержание дорожно-транспортной инфраструктуры. Особое внимание обеспечению безопасности перевозок детей. Не снижается уровень смертности в ДТП по вине водителей автобусов и растет число аварий, совершенных водителями нерегулярных маршрутов. При этом особую обеспокоенность вызывает то, что такими перевозками продолжают заниматься физические лица, а не организации, профессионально обслуживающие пассажиров. Второй вопрос повестки дня – информационная безопасность. Николай Патрушев заявил, что широкое применение зарубежного программного обеспечения и прочих компьютерных технологий в России ставит под угрозу информационную безопасность в стране. От высших должностных лиц субъектов Федерации, находящихся в пределах округа, требуется четкая координация процесса реализации планов перехода на использование продуктов и услуг отечественных производителей. При этом Патрушев подчеркнул, что масштабные компьютерные атаки в мае и июне этого года на информационные ресурсы России продемонстрировали дестабилизирующий потенциал иностранного программного обеспечения. Не за горами отопительный сезон и больше всего он беспокоит тех рязанцев, чьи условия жизни не просто вызывают вопросы. Но иногда повергают в шок. Аварийные дома постепенно расселяют, но отдельных жилых площадей хватает не на всех. Вот и сложилась абсурдная ситуация. Двум рязанским семьям предлагают съехать из непригодного жилья в новое. Но одно на двоих. Подробнее Роман Дворецков. Этот дом на улице Семинарской можно с легкостью пропустить, если не знать, где он находится. За стеной деревьев его попросту не видно, а само строение выглядит непригодным для жилья. Разбитые окна на первом этаже, закрыты двери на лестничной клетке, а на входе висит предупреждение о расселении. Действительно, почти все жильцы из коммунального дома 13Г по улице Семинарской получили достойное жилье. Каждая семья теперь имеет отдельную квартиру. Кроме Вахи Вахабовича, его соседки по коммуналке. По неизвестной причине их переселили в одну квартиру. Естественно, такое положение дел мало кому нравится. Когда пригласили в администрацию, по телефону нас двоих пригласили, позвонили, мы пришли, нам тогда сказали, что одна трехкомнатная квартира в Дягилево, Беляково 17. Хотя мы никакого родственного отношения не имеем, и нам сказали так. По словам оставшихся жильцов, дом уже отключен от отопления, а из коммунальных услуг остались только вода и свет. Но и они могут стать причиной аварийной ситуации. Дом на Семинарской напоминает кадры из фильмов ужасов. Обшарпанные стены, потолки с черной плесенью и не только. Уже несколько раз оставшиеся жильцы видели в освобожденных комнатах лиц без определенного места жительства. В оставленных квартирах можно найти лежаки. В одну из комнат кто-то провел свет. Елена Анатольевна и ее сосед пытаются добиться ответа от администрации города через суд. Почему же было решено именно их переселить в одну квартиру? Однако и тут все не так просто. Мы общаемся непосредственно, когда у нас было первое заседание суда. Нам обещали квартиры, обещали опять с соседом нам вместе дать квартиру. Дать обещали в Дягилево на Беляково 18. Опять нам хотели дать общую, как коммунальную квартиру. Всех жильцов непосредственно нас расселили отдельно, благоустроенные квартиры. В центре Рязани. Пока оставшиеся два жителя дома пытаются получить свое законное, главное собственное жилье, с каждым днем приближается отопительный сезон. И пережить зиму в аварийном доме не представляется возможным. Постоянные перебои с электро- и водоснабжением значительно усложняют задачу. Сейчас остается неизвестным, смогут ли последние жильцы аварийного дома переехать до начала зимы. В среду 16 августа в районе Пощупова Рыбновского района произошел трагический случай. Автомобиль Нивы съехал с берега в Аку. Как сообщает сайт издательства «Пресса», погиб водитель. Известно, что сигнал к диспетчерскому службу поступил в пятом часу утра. Звонила женщина. Она сообщила, что автомобиль, в котором ехал ее спутник, угодил в реку. На место выехали спасатели и полицейские. Они извлекли из воды тело погибшего. Сегодня в Рыбновском районе в 4 часа 30 минут в реке Оке был обнаружен автомобиль Нива, за рулем которого находился мужчина, предположительно являвшийся водителем данного автомобиля. В результате происшествия мужчина погиб. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, все обстоятельства уточняются. Еще одно трагичное ДТП произошло в областном центре. В Рязани сбили пешехода, который переходил дорогу на красный сигнал светофора. ДТП произошло вчера в 23.35 на пересечении улиц Первомайский проспект и Дзержинского. Авария попала в объектив камер видеонаблюдения. Суд присяжных заседателей давно вызывает много споров среди тех, кто вершит правосудие. Об очередном деле, которое рассматривалось при участии присяжных, нам рассказали в областной прокуратуре. По версии следствия, житель города Рязани признан виновным в том, что с целью хищения денежных средств он совершил нападение на ранее знакомую ему 87-летнюю жительницу Спасского района. В ходе нападения он нанес по голове многочисленные удары металлической монтировкой, причинив комплекс тупой открытой черепно-мозговой травмы, от которой потерпевшая скончалась. После чего осужденный завладел принадлежащими ей денежными средствами в размере 7200 рублей. Вердиктом коллегии присяжных заседателей осужденный был признан заслуживающим снисхождения. Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации от 27 июля 2017 года приговор Рязанского областного суда от 18 апреля 2017 года, постановленный на основании вердикта коллегии присяжных заседателей признан законным, а апелляционные жалобы осужденного и его защитников необоснованными. Государственное обвинение просило суд назначить виновному наказание в виде 16 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговором суда осужденный был признан виновным в совершении преступлений и ему назначили 14 лет лишения свободы. Кроме того, удовлетворены исковые требования потерпевшего о взыскании с осужденного морального вреда. На приговор суда осужденным и его адвокатами были принесены апелляционные жалобы в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации с просьбой о его отмене и направлении уголовного дела на новое судебное разбирательство. К настоящему моменту приговор суда вступил в законную силу. В субботу 19 августа в поселке Исти вновь состоится международный фестиваль «Секреты средневековых кузнецов». Чем знаменито это небольшое село Рязанской области и почему именно там каждый год собираются лучшие кузнецы? В ближайшую субботу все, кто решит посетить село Исти, смогут окунуться в невероятную атмосферу праздника и перенестись на машине времени на несколько веков назад, а именно в 18 век. Именно тогда было образовано это село, жители которого добывали железную руду и перерабатывали ее на заводе, построенном купцами-рюминами. Сегодня о тех временах напоминает старинная домна и музейная экспозиция при Истинской библиотеке, которая подробно, а что самое главное, наглядно рассказывает об истории села. Здесь посетители смогут узнать, каким образом добывала железная руда и даже увидеть древние крицы, которые когда-то были найдены именно в Исти. Вообще говорят о том, что 12-13 век как раз это наше поселение снабжало как раз всю Рязань своим металлом. И даже тут элементы кольчуги мы видим, то есть на вооружение нашего войска Рязанского. То, что железную руду на территории современного Исти начали добывать еще в 12-13 веках, факт доказан археологическими исследованиями. Но, к сожалению, все то, что было найдено в ходе раскопок, посетителям и жителям этого легендарного села недоступно. Дело в том, что созданная Светланой Зверевой музейная экспозиция не является музеем, и, соответственно, сюда не могут передаваться ценные находки. Поэтому экспозицию составляет то, что дарят местные жители. В основном это предметы быта. Очень много подарков. Ну, я просто преклоняюсь перед людьми нашего села. Когда они приходят, они загораются этой идеей, говорят, ой, а у меня еще есть вот что-то, я тебе еще обязательно принесу. Или я увидела у кого-то, обязательно я тебе это все принесу. И так потихонечку начинают складываться уже вот экспонаты один к другому. То есть появилась коллекция утюгов, появилась коллекция рушников. Другой человек очень увлекается ключами старыми, ключами с замками. Меры веса вот у нас здесь есть. Старинная чугунная лампадка, которая необыкновенно тяжелая, старая, старинная. Здесь можно узнать о том, кто владел заводским комплексом истии, и даже увидеть довольно интересные артефакты, которые иногда находят местные жители во время земляных работ. Правда, существуют проблемы с датировкой этих предметов. Так, например, Светлана предполагает, что вот эта часть курительной трубки дошла до нас со времен Петра. Мне очень хорошо помогает учитель истории наш, Виталий Евгеньевич Ашарин. Учитель истории, он увлекается, он нумизматикой занимается как раз, вот кладоискательством. И вот как раз это ему принадлежит. Я думаю, что это все-таки вещь привозная. А вот если бы экспозиция была официально признана музеем, то Светлана имела бы право обращаться к специалистам, специалистам, которые могли бы более точно датировать сделанные находки. Кстати, на сегодняшний день в Старожиловском районе нет ни одного музея. А между тем, история этого края очень богата. Конечно, знакомство с ней и с традиционными промыслами происходит в том числе и на фестивалях, подобных секретам средневековых кузнецов. Однако, если бы была возможность не только в празднике узнавать больше об истории родного края, это пошло бы на пользу и подрастающему поколению, которые зачастую не знают ничего о своей малой родине, и развитию туризма. В Рязанской областной научной библиотеке имени Горького открылась выставка памяти мастера. Все желающие могут посмотреть на мир глазами фотографа Виктора Агеева и на портреты мастера, которые делали его ученики, друзья и коллеги. О том, каким запомнился рязанцем Виктор Агеев, репортажи Галины Ершовой. Участник 180 выставок, автор тысяч фоторабот. Он организовал более 40 персональных экспозиций, которые увидели зрители в 30 городах России, Белоруссии, Латвии, Литвы, Казахстана и Украины. Особую роль Виктора Агеев сыграл в развитии фотоискусства в нашем городе. Друзья и коллеги даже называют его патриархом рязанской художественной фотографии. 15 августа в Рязанской областной научной библиотеке имени Горького открылась выставка памяти мастера. На ней представлено 56 фотографий. Вся мне монохром. Вы, наверное, так же, как и я, убедились, что отсутствие цветов придает этой выставке особое звучание, особый характер, заставляет зрителя задуматься об остротечности жизни. Виктор Агеев ушел из жизни 7 июля 2017 года на 86-м году жизни. На выставке почтить память мастера, друга и наставника собрались самые близкие. Яркая личность и человек с неугасаемой энергией. В 1965 году Виктор Иванович создал и в течение 20 лет возглавлял легендарный фотоклуб «Мещера» при Рязанском государственном радиотехническом университете. В 1975 году клуб первым в России получил почетное звание «Народный фотоколлектив». Преподаватели в ВУЗе, высококлассные специалисты, и рассказывает о своих дисциплинах. И вдруг Виктор Иванович говорит о фотоискусстве, о его проблемах, о том, что оно существует вообще, и что оно очень полезное и нужное дело, которое может заниматься, наравне с другими всеми, которые тоже очень важны. Именно при Викторе Ивановиче был организован Союз фотохудожников России. Также он придумал, как при отсутствии интернета фотодома по всей стране могут обмениваться опытом. Именно он стал основателем так называемой фотоорбиты. Это было время, когда различные клубы по всей стране обменились своими коллекциями. И вот рязанцы получили уникальную возможность практически каждый месяц смотреть образцы самой высокой творческой фотографии из разных городов. Вот поэтому, по сути, не только я, все рязанские фотографы того времени могут абсолютно точно называть его своим учителем. Он познакомил нас с настоящей творческой высокого полета фотографией. Виктор Иванович поддерживал каждого, чьи работы ему нравились. Был верным другом и понимающим наставником. Фотографии на выставке его памяти разделены на две зоны. Справа расположились теплые портреты, сделанные самим мастером. То, что создал Виктор Иванович Агеев, позволит многим поколениям его последователей учиться у него, учиться и пытаться создать свои работы, достойные такого же поклонения, таких же выставок, таких же учеников и последователей. Однако основная часть снимков сделана его коллегами, товарищами и учениками. Более десяти известных рязанских фотографов поделились своим архивом портретов Виктора Ивановича. Его любили снимать фотографы. И вот мы просто, когда отбирали фотографии на этот выступ, поверьте, вот здесь, на этой стене порядка 40 фотографий. На самом деле их могло быть, ну, раза в три минимум больше. Потому что это была любимая фотомодель всех фотографов. В Рязани не только. Ну, уникальная внешность, согласитесь. Скромный интеллигент, его редко можно было увидеть без костюма и галстука. Выставка памяти мастера будет работать в областной научной библиотеке имени Горького в течение месяца. Посетить ее могут все желающие. Благоустройство нашего города продолжается. С каждым днем на улицах Рязани становится все больше клумб и различных арт-объектов, назначение которых не всегда понятно. Почему и зачем появилась елка на Лыбецком бульваре? Ответ на этот вопрос знает Алена Куколева. Этим летом в центре города появился необычный арт-объект. На Лыбецком бульваре установили большую елку. Почему не береза, тополь или пальма? Там задаются вопросом горожане и гости города. Не знаю, к чему это поставлено, честно. Все рязанцы думают, что летом елку, но это странно. Как-то новогодний. Да, навевает праздник, выходные, каникулы. И действительно, по замыслу организаторов, елка – это символ главного и любимого праздника всех россиян. Именно поэтому елка. Она ждет своего часа новогоднего, но будет использоваться и не только в Новый год. Уже сейчас она ночью подсвечивается очень красиво. И будут у нас несколько мероприятий, которые будут эту елку использовать. Инвесторы и собственники этого комплекса, для них очень обременительно было бы возить такое сооружение и устанавливать его каждый раз к Новому году. Кстати, Эйфельву башню Париж признал тоже не сразу. Поэтому у елки сейчас есть все шансы стать символом Рязани. И так в этом году лета нет, так они еще и елку. Вот такой подход мне нравится. Тем временем Лыбецкий вульвар становится любимым местом для фотографии. И что ни говори, елка большинству рязанцев нравится. Елка – это прямо чудо. На нашем рязанском сером склоне, это что-то новое и свежее. Дай бог, что оно было чаще и больше. Она очень красивая, ну и ночи сытятся. Я думаю, вечером она будет подсвечиваться, и в Новый год будет очень красиво. И все продумано, все украшено и здорово. Мне кажется, здорово. Мне нравится. Елка в центре города – очень оригинальная идея. Елку стоит увидеть в вечернее время. Когда темнеет, эта конструкция смотрится более чем интересно, а фотографии получаются красочными и необычными. Еще больше новостей на сайте город62.тв. Ну а на этом мы заканчиваем. Желаю вам хорошего продолжения вечера. Ю-ху! Да! 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 Это случилось! Обвал ипотечных ставок. Квартиры за 5,6% годовых. Только в компании «Зеленый сад». Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Субтитры сделал DimaTorzok.